Ну, по поводу цветных революций. То есть, может быть, там одна страна из десяти, она устоит. Как правило, эти методики, они все работают. Даже вот наши специалисты, которые после 20-го года ездили, например, в Мьянму, они смотрели, как там это все применялось. Помните, там тоже были проблемы в 21-м году. Там, скажем, было двоевластие в стране, была оппозиция, которая пыталась, скажем так, захватить власть. Были военный совет, который там сегодня управляет страной. И вот между ними шла конфронтация. Ну, что удивительно, наши спецы поехали, посмотрели, и методика вся была абсолютно как в Беларуси. Несмотря на то, что другая страна, другой язык, там 10 тысяч километров от нас. Но те же дворовые чаты, те же методы организации по районам, те же системы оповещения, те же самодельное оружие разного рода, значит, ну, там просто это дальше все пошло. Как бы мы увидели в Мьянме, например, чем бы был следующий этап нашей этой белорусской цветной революции. То есть, когда уже идет вооруженное противостояние, и когда там, скажем так, в целых городах теряется контроль. Вот власть, если бы упала в каком-то из наших областных центров, вот начались бы беспорядки уже такие более массовые в определенном районе. То есть, происходит локализация, и там это все расширяется дальше на страну. Когда у вас несколько таких процессных центров, то милиции, армии очень сложно это все контролировать. А там еще и джунгли, и специфический рельеф, и все остальное. Поэтому, да, шансы есть устоять против цветной революции, но это все дается очень большой кровью. Сказать, что нам это было легко, это тоже неправда. И в Венесуэле сегодня не сладко, и в Мьянме там как бы тоже не сильно хорошо. Поэтому все за это платят. Но американцы все это анализируют, изучают, смотрят, что сработало, что не сработало, и все время готовятся дальше, 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 дальше. Это постоянная наработка опыта. Продолжение следует...